Потому что, ну, реально, вы должны понимать, что если вы не забираете килл с этого баллона, то вы будете очень долго ждать и долго страдать. Но если же, вот как сейчас, например, забираете килл, у вас в этом плане всё чётко получается, и вы просто кайфуете, нагибаете с фулл баллоном, и вы реально им будете. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, сегодня мы будем покупать новую имбулечку, поэтому прожимаем 50 лайкосов, как мы уже, ребятки, с вами договорились, и я записываю новый ролик с новым нагибаторским устройством и с новой нагибаторской пушкой. Ну, а сегодня мы будем покупать устройство на наш нагибаторский рикошетик, и это устройство будет называться Берсерк, такое вот интересное устройство, которое у нас восполняет полный баллончик данной пушки после того, как мы будем уничтожать противника. Но при этом у нас, конечно же, именно таки баллона в нашей обойме в 50% меньше, поэтому посмотрим, насколько нагибает данное жёсткое нагибаторское устройство. Отправимся сейчас мы, конечно же, в демочку, именно я думаю, что в этом режиме можно таки всё это дело прочувствовать, понять, насколько нагибает данное устройство, насколько оно вообще в принципе тянет, а может и не тянет, может с ней не связан никакой нагибчик, может ничего на этом устройстве у тебя не получится сделать, поэтому давайте попробуем и вообще решим, нагибает ли данное устройство, имбовое оно или не имбовое, что с ним вообще в принципе делать, стоит, не стоит. Брать такое устройство по перезарядке Конечно, вижу, что перезарядочка у нас, конечно, медленная Но давайте пробовать, давайте смотреть, как у нас всё это дело будет получаться Ух ты, какой быстрый килл, и сразу фулл баллончик я получаю Неплохо, неплохо Давайте попытаемся где-нибудь тогда нагибать именно тех игроков Которые вот не имеют, например, там на ручке Или ещё чего-то не имеют И сразу получать фулл баллончик Ух ты, круто, красиво Три килла уже имею, неплохо пошло дело у нас Давайте, конечно, не тратить баллон на пустые всякие траты Поэтому будем делать вот именно киллы А после киллов тогда уже можно будет чуть-чуть подразряжаться к кого-нибудь Но я думаю, что в этом плане, конечно, у нас будет очень-таки чётко и нагибаторски С этим устройством, с такой вот механикой связано ещё несколько пушек Например, молот, например, изида У них тоже есть подобные устройства Но почему именно таки я взял сначала данное устройство на рикошет? По моему мнению, рикошет выглядит намного-таки серьёзнее Например, той же изиды Например, того же, не знаю, молота Который вообще неоднозначно относительно урона своего бывает наносит Максимальный урон бывает не наносит его Поэтому там, конечно, это всё дело очень-таки спорно Напишите своё мнение вообще по этому устройству Напишите вообще, стоит ли, по вашему мнению, покупать устройство такого типа Которая у нас именно, вот, например, восполняет полную обойму свою Вот, например, как на рикошете Здесь, конечно, мне пока я точно могу с уверенностью сказать Что это устройство мне пока что точно нравится Не знаю, чем закончится вообще эта катка И насколько я далеко заберусь Но пока я точно могу сказать, что это очень-таки круто При этом оно ещё у нас круто сочетается с моим нагибаторским дрончиком Который мне постоянно восполняет нарку Поэтому киллы я делаю очень-таки круто, быстро Ещё и нагибаторски в этом плане вообще всё у нас получается Мне, конечно, это не может не радовать И постоянно фулл баллон я у себя в обойме имею И это, конечно, очень-таки круто Но, безусловно, всё, ребятки, заканчивается именно в тот момент Когда у вас не получается делать киллы Вот, если у вас, например, тырят киллы Например, вы не можете понабивать их В этом плане, конечно, данное устройство будет явно жёстко проседать Но пока у меня таких проблем вообще, в принципе, нету в данной катке Я уже набил 14 киллов Постоянно имею фулл баллон в своём арсенале Вот сейчас, конечно, тут Твинс хочет меня нагнуть Рикошетиков у меня в баллоне точно не хватит Чтобы слить 50% резист Поэтому давайте я попробую всё-таки вот это Ну вот, разрядился сейчас в пустую И не очень с такой приятной ситуацией я столкнулся Ну ладно, уходим на респ 14 к 1 я иду И резистов, конечно, от рикошетов в этой катке тоже очень-таки много Поэтому, может быть, не так сильно выраженным будет моё здесь устройство Но хотя пока у нас всё очень-таки круто получается И давайте попытаемся снять вот этого парнишу Чтобы продлить свой баллончик Потому что у меня баллон-то уже закончился Но мне надо сделать килл Надо сделать килл Вот, ребят, в чём минус данного устройства? То есть, если вы не делаете киллы Если вот, например, у вас случается вот такая ситуация Как у меня прямо сейчас она была То есть баллон реально, ну, у вас быстро ушёл Потому что, ну, реально вы должны понимать Что если вы не забираете килл с этого баллона То вы будете очень долго ждать и долго страдать Но если же вот как сейчас, например Забираете килл У вас в этом плане всё чётко получается И вы просто кайфуете, нагибаете с фулл баллоном И вы реально имбуете Имбуете, нагибаете И в этом плане у вас всё очень-таки круто, нагибаторски и получается Люблю я эти, ребят, слова Круто, нагибаторски Вы, конечно, шарите И вот, конечно, когда я сталкиваюсь с такими вот ребятами Которые имеют 50% резиста от меня И потом ещё у меня Тирет белрут килл Всякие нагибаторские фрезы То, конечно, очень-таки Всё это неприятно Оборачивается в мою сторону Но надо сейчас, конечно же, забрать данного игрока Давай, давай, давай Парнишек медленно перезаряжаются рикошеты Когда у меня нет баллона, это, конечно, просто провал Провалище Оп Восполнил баллон Но, блин, уже сзади фриз меня, конечно, уже сдул, нагнул И в этом плане тоже Конечно, я лоханулся Ну, давайте, конечно, с этой стороны ещё заедем Где-нибудь надо, конечно же, кого-то потырить И желательно, чтобы у него не было ДАшечки Оп, вот такого парня забрали Вот такого забрали Давайте этого заберём Ох, шикарно, вообще жёстко Вот, блин, я условно бы сказал, что если бы это была бы какая-нибудь маленькая карта То вот на маленькой карте данное устройство бы смотрелось куда лучше То есть здесь она чуть-чуть побольше Здесь игроки разбредаются по всей этой карте Убегают от меня Не хотят, чтобы я их сливал Кто-то вообще, в принципе, тырит у меня киллы И тогда, конечно, моё устройство начинает не то что имбовать Начинает оно реально страдать Но пока таких ситуаций очень-таки мало у нас в данной катке произошло И меня это не может не радовать Если бы ещё вот такие вот изиды бы рядом не респовались То я бы вообще сказал, что это супер-мега-крутое нагибаторское устройство Которое вам точно стоит купить Но давайте закончим данную катку И тогда уже сделаем свои выводы Расскажем все эти плюсы-минусы То, что я вообще, в принципе, по первому бою понял И вообще скажу своё мнение, наверное-таки Оно всё и решает для вас Но, ребят, надо не забывать про то, что С каждым устройством, которое я вам советую У нас бывают, происходят какие-то изменения Вот, например, с этим устройством Здесь у нас произошло изменение То, что у нас расход баллона был немножечко другой Но происходит обновление Какие-то устройства у нас чуть-чуть апают Какие-то устройства у нас, наоборот, нерфуют Например, как было у нас с устройством на тот же Вулкан Ну и вот, например, такое устройство, наоборот, апают То есть все это в каких-то микро характеристиках меняется, но я думаю, что полная вообще суть данных устройств все равно она в какой-то мере остается, ничего с ней не происходит, ничего не меняется в худшую сторону и в этом плане, конечно, очень-таки круто. Ну и пока у меня что-то не особо киллы идут, а катка уже потихоньку переходит к своему завершению и наверное-таки надо еще парочку киллов хотя бы с этой катки забрать, чтобы закончить хотя бы данную катку с 30 киллами, я думаю, что было бы круто именно-таки их добить. 45 секунд остается до конца карты, но и что я могу сказать сразу, ребят, конечно, возможно, мне именно просто-таки не повезло в данной катке, то что очень-таки много резистов у противников именно-таки в данном бою появилось и если условно от рикошетов вашей катки нету резистов, вы любите играть демочки, то безусловно данное устройство нужно использовать, оно будет тащить, будет нагибать и в этом плане у вас будет все очень-таки круто получаться и вы будете нагибать с ним. Но все же я думаю, что данное устройство можно использовать не везде, вот например в демках, вот как я сейчас зашел, данное устройство, конечно, будет прогрессивно нагибать, если вы, конечно, постоянно делаете киллы, то в этом плане у вас будет все супер получаться, так же само, как можно прикупить устройство на молот, но там не все так однозначно, я бы сказал, и с изидой тоже не все однозначно, но то есть данное устройство более стабильно, я бы сказал так, более имеет смысл быть И лучше приобретать именно вот если такого плана устройства, то я бы посоветовал приобретать данного плана устройства именно таки на данную пушку на рикошетик. Ну и также я бы хотел сказать, что чем меньше карта, тем на данном устройстве вам будет точно комфортнее играть, точно у вас будет получаться намного таки лучше. И наверное еще один режим, в котором можно было бы эффективно использовать данное устройство, это будет режим именно таки TDM, команда на команду, там я думаю, что у вас тоже будет в этом плане все четко получаться. Но у меня на этом в принципе ребяточки сегодня все, спасибо за просмотр данного жесткого нагибаторского ролика. Пишите в комментарии ребят, какое устройство мне тестировать следующим, потому что у нас очень много разных интересных устройств, у нас их около 30 штук, я уже протестировал около 8-9 и пока реально ребят не разочаровался ни в одном из устройств, которые я приобретал. Возможно есть еще какие-то жесткие нагибаторские устройства, которые вы знаете, которые вы хотите, чтобы я протестировал, узнать вообще в принципе, нагибает оно вот настолько круто или не нагибает, или же его могут занерфить, что с ним делать, где его использовать. Все эти ребят вопросы, все ваши пожелания оставляйте обязательно в комментариях под этим роликом. Ну и конечно ребят, не забывайте смотреть еще всякие нагибаторские ролики с новыми имбовыми устройствами, которые есть у нас в описании. Поэтому переходите, смотрите, но у меня на этом все. Спасибо ребят за просмотр, всем удачи и всем пока!